Здравствуйте всем, кто следит на постоянной основе за выпусками канала. Очень часто видят ролики о восстановлении посадочных мест свечей после попытки клиентов самостоятельно их высверливать. Дело в том, что многие не понимают элементарных законов физики, относительно которых, если высверливать более твердый металл из мягкого, обязательно при буквально мелкой неточности сверло уйдет в мягкий металл и случится беда. Собственно, наверное, нет недели, чтобы такие головки не поступали к нам в ремонт. Мы эту работу показывали уже не один раз и покажем, скорее всего, еще. Сегодня вы увидите, как подобную работу можно сделать обычной дрелью и сверлом, и, конечно же, без последствий. Выполнить ее можно как станочно, так и вручную. Как правило, когда клиенты пытаются извлечь свечу, то срывают головку свечи. В данном кадре вы видите такой момент. Из-за отложений, которые образуются на корпусе свечи, свеча намертво застреет в колодце и головка свечи ломается. Итак, в любом случае, хоть удалять эти остатки свечи или на станке, или вручную, необходимо удалить сердцевину свечи. Ее можно удалить разными способами. В данном случае мы используем для этого цанговый зажим. Хоть удалить можно и плоскорубцами, но это будет сложнее. Итак, Виталий захватывает сердечных свечей цанговым зажимом и начинает вращать его в разные стороны. Сердечник удален. Как видим, в отверстии остаются только лишь корпус свечи. В природе существуют вот такие вот заводские сверла для высверовки остатка свечи. Мы же их изготавливаем самостоятельно. Носик сверла имеет диаметр внутреннего отверстия свечи и выполняет роль направляющей, чтобы сверло не бульнуло в сторону. Режущая часть, второй диаметр, имеет размер наружного диаметра свечки. Сейчас Виталий выполняет сверовку на станке, а позднее покажу ручную высверовку при помощи древа. В начале работы станочник выставляет канал свечи по уровню патрона. Далее вставляет знакомое нам уже сверло и приступает к сверлению. Высверливать нужно на определенную глубину, чтобы не коснуться и не высверлить упорный конус или плоскость свечи. Свечи Свечи Спасибо. Далее остается лишь выбить оправкой остатки свечи. Иногда для этого нужно подогреть свечной канал и растопить в нем гудрон. Собственно, именно он и является тем самым моментом, при котором при выкручивании свечи ломается ее головка, как я уже об этом собственно говорил. Этот гудрон намертво держит свечу в головке. Резкими хлесткими ударами выбиваем остатки свечи. Вот она родная. А вот и тот самый свечной канал. Мы его позже почистим, промоем, продуем. Если нужно будет, прочистим резьбу, прогнав ее метчиком, если сильно она забит. Или прокатаем другой свечкой, коих всегда у нас есть в доставке. А теперь то же самое мы сделаем, но вручную. Как видим, здесь уже нет сердцевины. Ее уже удалили. Одно сверло ставим в соседний свечной канал, чтобы можно было следить за наклонным дрели вперед и назад. А по горизонтали будет следить во время сверловки сам мастер. Приступаем к сверлению. Вот и здесь все четко вышло. И также резьба не пострадала. А вот в данном случае выбить свечку без подогрева не удалось. Поэтому растопим связующую массу. Когда же прекратить нагревать головку в этом месте, можно и так увидеть по вытекающей смоле или по тому, как в данном случае при закипании этой субстанции она сама начинает выталкивать свечу наружу. Вот и здесь свеча практически полностью нырнула в голову. Собственно говоря, это и все, что я хотел вам показать в этом видео. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Помогите каналу донатом. Отвечу на вопрос и безаварийных вам поездок. Отвечу на вопрос. Отвечу наоборот. Продолжение следует...